Ржавая труба. Антиконкурс с таким названием стартовал на информационном портале «СтройСар». Цель его – выявить худшую структуру, занятую в управлении жилфондом Саратова. Та компания, которая по результатам голосования станет худшей, получит антиприз – кусок ржавой трубы. Мнение горожан о своеобразном антиконкурсе узнала наша съемочная группа. Прохудившиеся трубы, отсутствие тепла в квартире, грязь в подъездах – это лишь небольшой перечень того, с чем обычно у жителей ассоциируется управляющая компания. Информагентство «СтройСар» год назад инициировало антиконкурсы «Ржавая труба» на худшую структуру, занятую в управлении жилфондом Саратова. Это такой живой рейтинг, где жильцы могут голосовать за свою компанию или против нее. И не только голосовать, но и сообщить какие-то сведения. Преимущество такого проекта заключается в том, что площадка информагентства «СтройСар» независима. Высказать свое мнение о работе управляющей компании может любой житель нашего города. Для этого нужно зайти на сайт «СтройСар.ру» и поставить оценку своей управляющей организации, а также отправить в редакцию «СтройСар» отзыв в электронном или рукописном варианте. «Чем мне нравится сайт «СтройСар» и вот этот проект «Ржавая труба»? Тем, что каждый житель может зайти на сайт, проголосовать за управляющую организацию, как за хорошую, так и за плохую управляющую организацию, выразить свое независимое мнение. Вот именно независимостью, неангажированностью мне этот проект и нравится». Чтобы антиконкурсы «Ржавая труба» получил большую огласку, промоутеры информационного портала вышли на улицы города. Они раздавали жителям листовки с информацией о проекте. Многие горожане об антиконкурсе слышат впервые, но идею поддерживают. «Коммунальные платежи очень дорогие и за качество, конечно, есть смысл побороться». Итоги антиконкурса «Ржавая труба» подведут 10 декабря. Победителем будет объявлена управляющая компания, которая наберет самый высокий отрицательный балл. Следите за итогами на информационном портале «СтройСар» и в новостях телеканала РЕН-ТВ.